из-за борта по нам стреляли когда мы падали они сделали а москве возможно используется система более жесткая можно сломать сломать человека и может быть потом все быть не очень хорошо александр смирнов известный знаменитый петербургский фигурист парник чемпион европы 2010 2015 годов участник олимпийских игр и сейчас александр участвует в ледовом шоу расскажите о своей роли в ледовом шоу татьяна навки я играю роли от мира одного из витязи которые претендовали на руку прекрасной людмилы вот и каждый избирает свой путь когда черномор похищает рогдайл гонится за русланом порвав возвращается домой любит пировать хочет хитростью взять а я пока двигался на поиске встречал прекрасную рыбачку и попал в ее любовные сети рыбачку играет моя партнерша юка вот нас замечательный лирический номер помимо участия в ледовых шоу у вас же насколько я понимаю основное занятие это школа фигурного катания александра смирнова клуб фигурного катания где мы набираем детей от 6 лет и без ограничения все кто хочет научиться как им профессиональном уровне так есть отделение для просто кто хочет заниматься для здоровья несём игру на катание в массы вы же не недавно до открыли насколько я понимаю и как я читал ваш сын сейчас уже ему 5 лет 5 лет до нас него увы под руководством отца отказывается я понял поэтому но он уже год на коньках год на коньках ходит другую школу которая поближе к дому я понял но но не к евгению плющенко не к евгению плющенко это его клуб находится далеко а как-то пересекались кстати ваш сын на льду и сын евгения плющенко саша постарше евгений уже давно уже выступает а мой только еще учится стоять год всего лишь то есть он еще даже не знает никаких не умеет прыжков на вращений ему нравится вообще ему нравится нравится больше всего набирать скорость гонять я не строю каких-то надежд что обязательно должен стать фигуристом или еще нет пока что он занимается для здоровья раньше все занимались для здоровья а потом затягиваю затягиваю вы ведь тоже начинали не совсем да с фигурного катания с хоккея насколько я понимаю нет ну как бы начать начинала занимались фигурного катания но у меня папа занимался очень любил хоккей и он все ждал когда вот с трех с половиной лет я начал заниматься а в хоккей принимали только семи-восьми лет и вот он дождался вид на что санек научился ты стоять на коньках давай пошли в хоккей а вы на 3 ты что посмотри сколько здесь девчонок так было предложение от него хотя вы получается занимались бок о бок с ильей ковальчуком то есть илья ковальчук занимался хоккеем и было делаем катание часто так получалось что мы сменяли друг друга на тренировках то есть идет час фигуристов час хоккеистов час фигуристов час хоккеистов вот и я помню еще тоже когда были все помладше хоккеисты выходили пораньше мы еще заканчивали доставали клюшки из-за борта по нам стреляли когда мы падали они делали а попал то есть какой-то ненависть такая или это прикол просто был такой прикол все-таки мои дети все были когда вы участвовали соревнованиях была профессиональная карьера фигуриста у вас был ежедневный строгий график то есть вы встаете в еда тренировка сон еда тренировка сон и циклы до постоянные сейчас это как-то изменилось вы можете позволить себе слабину слабину можно позволить опять же уже немножечко в еде можно попозже лечь то есть организм уже конечно он восстанавливается похуже но и затрачиваем и поменьше все таки мы хоть в своем клубе стараемся с моим вторым тренером все показывать на личном примере и все и прыжки и вращения вот но все равно это не то что вы профессионально заниматься каждый день к тому же сейчас уровень а еще намного вырос после того как мы уже время прошло закончили сейчас тренироваться нужно еще больше если мы проводили на катке около 6 8 часов в день то сейчас я думаю что ребята проводят 10 12 ну и постепенно бьются рекорды то есть новые прыжки мы за этим наблюдаем прямо сейчас как вы думаете каков предел человеческих возможностей это 5 оборотов прыжок недавно меня спрашивали об этом я думаю что да но опять же мы не должны и опять же повторюсь мы не должны забывать что часто говорят фигурное катание и спорт и искусство как бы нам не уйти только в техническую в прыжковую тему и забыть про то что люди приходят посмотреть не просто как люди разбегаются прыгают или там разбиваются с этих неудачных четверных пятерных а именно приходит посмотреть номер посмотреть программу в этом смысле вы кстати сторонник цен за фигурном катании чтобы девочки начиная с 18 лет участвовали во взрослых соревнованиях вы не изменили свое мнение я не изменил свое мнение потому что опять же период взросления его нужно пройти маленькая девочка еще не имеет не такого страха она более резкой ничего не мешает а уже показать взрослого катания передать образ как-то душу уважить надо этому нужно время этому нужно учиться все-таки смотрите есть два полярных мнения да одни за другие против причем это как-то в нашем фигурном катании очень ожесточенно происходит как-то не очень совершен не очень здорово и совершенно право и опять же почему она такая нездоровый почему не принять его никто не говорит так мы запретим юниором кататься не будем их нет надо развивать их чемпионаты их юниорские еще более больше рекламы еще больше посещений чтобы как как это происходит чемпионатами европы мира на взрослых то же самое еще и никто не говорит что им надо перекрыть кислород и пока не будет 18 лет никуда не пускать. Нет, это тоже неправильно. Наше поколение молодых девочек и мальчишек, которые сейчас показывают в Ультр-России, дай бог им здоровья и только просветания в карьере. А может быть, знаете, изменить статус? То есть, ну, юниорские соревнования воспринимаются все равно как второсортные, а если бы сделали как в единоборствах, то есть там соревнования по весовым категориям, а здесь сделали бы чемпионаты мира, но по возрасту. Как думаете, такая мера бы была? адекватной? Ну, опять же, скорее всего, все останется на этом уже юниоры и взрослые. Ну, можно, еще раньше были соревнования среди профессионалов, уже для совсем престарелых, как говорится. Но я думаю, что пока таких изменений не будет. Будут еще долго мусолить вот эту проблему, может быть, чуть-чуть поднимут, но опять же, что-то говорить или кому-то советовать нет. В этом году, конечно, больше всего обсуждается приход новых учениц Тудберидзова, взрослое катание, Трусова, Косторная, Щербакова. Вот вы следите же за этим наверняка. Кто вам наиболее близок из них? Кто, на ваш взгляд, добьется наибольших успехов? Девочки все замечательные, просто умнички, работяги видные, что как они борются и на соревнованиях, как они борются на своих же тренировках. Но пока что, вот ближе всех, мне вот то, что я смотрел, мне легла пока Валиева. Как раз вот так вот, да. Но, говорю, девочки все замечательные, я желаю им здоровья и успеха, и вот именно продолжать в таком же духе. Кто бы что не говорил про 18 лет или 15. А вот с артистичной точки зрения, с артистической точки зрения, кто из них, на ваш взгляд, наиболее сильный? Потому что, понятно, они прежде всего соревнуются в четверных прыжках, в тройных аксиях с половиной и так далее. Но кто из них, на ваш взгляд, артистичнее? Каждая по-своему, по-своему хороша. Но им еще можно есть куда развиваться и прибавлять. И я думаю, что сейчас они вот первый свой сезон во взрослом именно покажут высокую планку именно техническую, а потом уже со следующего начнут уже добавлять то, чего не хватает взрослым профессионалам, которые голосуют за 18+, уже начнут большую работу вести именно лицом, подачей, культурой жестов. Ну вот, кстати, у девушек, которым 18+, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, ну, объективно говоря, они уже как бы не конкурентно способны на уровне текущих учениц Тутберидзе. Что вот им делать? Им продолжать? Им уходить в коммерческое фигурное катание? Потому что, ну, пока выглядит слегка безнадежно их спортивная карьера. Я, может быть, с вами на 100% не соглашусь, но знаю, что никогда не стоит опускать руки. Работа тебе нравится, тебе приносит это удовольствие. Ты ездишь, страна посылает тебя на эти соревнования, защищаешь не только со своей интересной стороны. Если было бы все плохо и печально, никто бы туда наших девочек не послал. Поэтому они молодцы, что борются, и борются и будут бороться до конца. Я уверен, девчонки обе с характером. Рано списывать со счетов. Рано. Вы, кстати, сами, когда катались в 30 лет, говорили, что чувствовали себя уже динозавром среди юных ребят 15-16 лет, которые с большей скоростью разгоняются. Но вы же брали другим, правильно? Брали и вторую оценку. У нас тоже владели элементами, которые учатся годами, там, четверными прыжками, именно что в паре. Это не так, как прыгать одному. Тут два человека должно быть как один. Вы же, кстати, с Юка Кавагути первыми в истории в произвольной программе исполнили два четверных выброса, насколько я понимаю. Да, было дело. Как раз на домашнем гран-при в Москве. Тогда вроде как установили рекорд какой-то. Какое было тогда ощущение, когда это сделали? Но это же, получается, историческое достижение. Мы обрадовались больше тому, что сделали это, потому что пробовали много, на тренировках работали, но не всегда получалось, что тут еще и на соревнованиях. Даже не думали, что вы куда-то там нас запишут. Дважды вы чемпионы Европы, а вот на Олимпийских играх все-таки не получилось так, наверное, как хотелось. Что можете об этом сказать? Какое вообще достижение в профессиональной карьере считаете наиболее важным, значимым? Конечно же, апогей всего это Олимпийские игры, конечно же. Но не каждый хороший спортсмен в любом виде спорта обязательно становится. Знаете, есть профессионалы, на которых обошла вот так судьба, и не получилось. Я считаю, что мы многое сделали и достойно тогда тоже выступили. Небольшая помарка нам помешала как раз на элементе Ультра-С остаться спокойно в тройке в Ванкувере. Но это значит судьба такая. В Токио поедете? Надо в следующем году смотреть Олимпийские игры? Ну, скорее всего... Все-таки с Японией вас связывает жизнь? Если только пригласят. А так пока работа это основное. Уже даже сегодня начинается шоу, а с утра мы с ребятами в клубе занимались. То есть из тренировки... Большая у вас, кстати, группа? Сколько у вас детей в школе? Сейчас у нас 15 человек деток и 10-15 взрослых любителей. Мы стараемся тоже развивать в городе взрослые любители. Любители и мужчины, и женщины? Да, да. И парники, и одиночники? Одна пара пока что только. Понял. А какого возраста? Взрослого. Почтенного, да? Почтенного, да. Вот есть, если про Токио еще говорить, есть опять вероятность, к сожалению, поехать в сборную России под нейтральным флагом, как это уже было в Пхенчхане. По крайней мере, вот это витает, да? Допинговая тема продолжает. Как вы к этому относитесь? Просто некоторые спортсмены говорят, что уже всем все равно. Как бы под нейтральным флагом, под российским. Все равно все воспринимают их как российских спортсменов. Когда это правильно, конечно, хотелось бы все-таки приятно, когда твой флаг поднимается на пьедестале, когда ты одет в триколор нашей страны. Но опять, если будут эти происки, мы ничего делать не можем. Мы можем только еще сильнее бороться, показывать результат, как и хоккейная сборная наша показала. Они прямо, мне кажется, злее играли и добились результата. Вы в том числе поклонник хоккея? Я посматриваю, посматриваю. То есть, чемпионат мира я всегда смотрю. Поехали за петербургский, наверное, клуб. Когда-когда. 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 Опять же, просто нравится команда, играют. А так, ну, сборную. Обычно всегда поддерживаю сборную. И что, чемпионат мира по футболу, по хоккей, всегда стараюсь смотреть. А так нам на большее время не хватает. Понятно. Еще вопрос про олимпийские игры и как раз про флаг, гимн и так далее. Юка Кавагути долгое время обещала выучить, пока шла карьера, выучить слова гимна и спеть. Вот я как-то не уловил, это случилось все-таки или нет? Она спела на пьедестале. То, что выучила, это 100%. А петь вы вряд ли ее заставите. Почему? Ну, девушка стеснительная. Но то, что выучила, это 100%. Как вы оцениваете текущую работу российских тренеров? Вот этот соревновательный процесс, который между ним есть, как бы негласный. Есть Алексей Николаевич Мишин, да, есть Тамара Москвина, есть Этери Тутберидзе. В чем вот отличие этих тренерских школ, на ваш взгляд? Ну, опять же, Тамара Николаевна с Алексеем Николаевичем представители питерской, питерской школы фигурного катания всегда отличаются вознесенными программами, интересными постановками. Часто классика используется в музыке. Свой подход они никогда, вот что я замечал, это что Тамара Николаевна, что Алексей Николаевич никогда не ругается. То есть они объясняются, они хорошие психологи, они общаются со своими спортсменами на равных, никогда не унижая, не оскорбляя. В Москве, возможно, используется система более жесткая, но мы увидим, что результат жесткая система показывает тоже очень хороший. А вот с точки зрения психологии спортсменок, понятно, что... И спортсмена, и человека, естественно, столь юном возрасте не ломаются. Можно сломать человека, и может быть потом все будет не очень хорошо. Ну да, тут мы видим же все-таки примеры такие вот близкие к этому, в частности Юлия Лепницкая, которая очень рано добилась самого большого успеха в своей жизни, и после этого знаем, да, вот эти вот неприятные истории, которые случились. Это тоже вот то, что касается возрастного цензора. Девочки добиваются всего и медалей. Ну ладно, медали, это здорово, но получается, что они начинают зарабатывать огромные деньги. У них появляется там корона, еще что-то, то есть люди меняются, могут не справиться с этим. Испытание славы и деньгами, это одно из самых сложных испытаний. Опять же, более взрослый уже все-таки, поэтому не каждый молодой спортмен может пройти. И вот, опять же, допустим, пример Юлии тоже. Она была и тоже психологически сломлена. Я знаю, что потом долгое время Алексей Урманов с ней работал, пытался восстановить ее. По-другому он работал, он же тоже ученик Алексея Николаевича Мишина. Вот, что-то они смогли, но удержаться на том уровне уже никак. Девочка начала взрослеть и уже вот может выступать только в шоу, даже не показывая половины тех элементов, которые она делала в спорте. А у вас был такой подобный, сложный какой-то психологический, может быть, период, когда вы взрослели или достигали каких-то больших успехов и ловили звезд, то, что называется, звездняком? Я надеюсь, что нет. Сам не помню. И друзья вроде не замечали. И я надеюсь, что нет. А что зазнаваться? Все течет. Сейчас ты на пьедестале, сейчас ты король, сейчас ты лучший. Но молодежь уже не древняя. Завтра ты должен доказывать, что ты все еще остаешься лучше. Поэтому никогда нельзя одевать на себя какую-то корону или еще что-то. Вот так со стороны кажется, что сейчас парное фигурное катание немножечко стагнирует, что ли. То есть все внимание одиночникам и на многих международных или российских турнирах даже часто не проводятся соревнования среди парников младшей возрастной группы. Это действительно так? Или это какое-то ложное впечатление? Сложное впечатление, потому что слишком сильно средства массовой информации именно сами тоже разговаривают о Загитово и Медведево, наверное. Одиночном катании. Опять же, все нормально. Пары готовятся, как и юниорские, много. Так и взрослые тоже. Нет, все идет хорошо. Работа двигается. И опять же, этап Гран-при сейчас в Канаде был. Выиграли же как раз Петербургский, Дмитрий Козловский, Александр Байкова. И Артура Менчука. Как вы оцениваете их шансы? Шансы хорошие, но ребятам главное держаться, не зазнаваться, продолжать работу, как они работают сейчас со своими тренерами. Опять же, мы там что-то подсказываем, когда видимся на катке с юг и там что-то раз-раз, потому что мы на опыте уже. Я думаю, что если ребята будут продолжать именно так работать, то у них очень хорошие шансы на Олимпиаду. Тем более, время еще есть. Время еще есть, и прикататься, и найти подходящий образ. Они начали сейчас каждый год менять немножко образы, если они начинали только по классике, сейчас они уже другую музыку пробуют. Они как раз, я думаю, что к Олимпиаде успеют найти два лучших образа для себя. И главное, чтобы все были здоровы и не зазнавались, продолжали работать. А какой сейчас такой вызов именно чисто в спортивном смысле, в парном катании? То есть в одиночном это, понятно, прыжки, в парном это выбросы или какие-то другие элементы? Сейчас очень много пар, тоже начинают прыгать уже более сложные тройные флипы, лутцы, каскады из двух тройных, вот, а именно, а как раз уже все эти поддержки, подкрутки, уже четверные перестали делать. Выбросы тоже стараются, ну, во-первых, это травмоопасно, долго учить, вот, стараются сейчас больше углубиться как-то на прыжковую часть. А самый сложный элемент, который вам долгое время не давался, все-таки вы его дожали. Это четверной риттбергер, это второй уже, с Альхов мы делали давно, его у нас уже, даже сейчас с ЮКО его можем сделать, уже так долго мы его тренировали, а вот риттбергер четверной это уже было по-другому. А что-то не удалось? Ну, мы сделали в одной программе удалось, то есть мы бились, бились, тоже много искали, как это все сделать, отработать. Ваша программа «Манфред» считается одной из самых артистичных, самых художественно выдающихся в истории парного фигурного катания, а вот все-таки на ваш взгляд, что в ней вот такого, что зацепило людей? Я думаю, что здесь прямо и совокупность, и постановщик Петр Чернышов, идея Тамары Николаевны, музыка, может быть, чуть-чуть толика нашего исполнения. Мы тоже вложили в нее душу, накатывали ее долго. Я думаю, что это обоюдно все сложилось. Это даже, я тоже соглашусь, что одна из наших самых лучших сильных программ. Если брать мужское одиночное катание в России сегодня, вот кажется, что новые имена вроде и появляются, да, каждый год кто-то не то, что выстреливает, но пытается сделать это, но вот что-то не получается. Ни у Каляды, ни у Самарина, ни ранее у Максима Ковтуна, который уже завершил карьеру. Когда ждать вот нового всплеска? Ну, я знаю, что есть хорошие ребята, они готовятся, им просто надо подрасти. И здесь тоже очень, тоже ребята получили хороший результат на соревнованиях на Европе, на мире, и потом расслабляются. Отсюда результат, надо не переставать. А вот вы же хорошо знаете Евгения Плющенко, вот что в нем было такого, что позволило ему добиться, ну, по сути, рекордных результатов в истории фигурного катания? Какие качества? Вот именно постоянная ненасытность, не мог остановиться и делал, делал, Евгений, он трудоголик тоже, и это с детства. Его и мама этому учила, родители, что ты должен работать, если хочешь кем-то стать в этом мире, ты должен работать. И колоссальное количество работы проведено, и опять же, он очень двигательно одарен, тоже, и я знаю, что он, когда тренировался, он развивал себя везде, он и футбол бегал, гонял там, и боксом занимался, и это, то есть, опять же, совокупность всего привела нам прекрасному Евгению его результаты. сейчас многие недовольны в соцсетях, в соцсетях всегда много недовольных тем, как он показывает свою частную жизнь, но прежде всего, это некое богатство, автомобили. Вам это самому близко, или вы бы не стали выставлять на показ то, я вообще не стесняюсь, когда меня если кто-то узнает на улице. А, кстати, как часто сейчас? И тогда узнавали, во время карьеры, и сейчас? Так получилось, что каждые полгода меня и прическу, и образ, там, то я с бородой, то у меня длинные волосы, то наоборот, короткие, и я рад, что не часто узнают. Стесняетесь? Ну, чего? Обычный человек. Александр Смирнов, легендарный петербургский фигурист, ныне, получается, тренер и отец. Спасибо большое за интервью, удачи в дальнейшей карьере. Спасибо. Отлично.